А не страшно было идти в университет, который буквально делал свой первый набор? Преподаватели разных школ, которые собирают разных студентов, программистов, школьников, и летом везут их на месяц, как бы в лес условно. Ты получил в этом году не один оффер, а целых семь офферов на стажировку. Ты недостаточно раскрыл тему зарплат стажеров. Воу, воу, полегче. Стоит ли бы ты здесь жить? Ну не так-то просто решить. Всем привет, добро пожаловать на канал ProgBlog в Сан-Франциско. И сейчас мы находимся в офисе компании Lyft. Рядом со мной Юрий Ребрик. Здрасте. Юрий, представься, пожалуйста. Меня зовут Юрий Ребрик, и сейчас я на данный момент стажер в компании Lyft в Level 5, где мы занимаемся сел-драйвинг-каром. Вот, хотим построить машинку, которая будет ездить сама. Очень интересная область, но, конечно же, перед тем, как ты попал в компанию Lyft, и при этом хочу сразу сделать такой анонс, что ты получил в этом году не один оффер, а целых семь офферов на стажировку. Да, так было. Мы, конечно, разузнаем у тебя секрет, но, конечно же, был путь какой-то к этому. Ты сейчас получаешь образование. Я учился в школе в Киеве, в физмат-лицее, и там я пришел, помню, в 9 классе первый раз на такой кружок по программированию. У меня были, что называется, спортивное программирование, это когда какие-то задачки есть на логику, и нужно как бы их запрограммировать. Я вообще не понимал ничего в программировании. Вот, я начал этим заниматься, мне было сложно, но так понравилось, я начал этим активно заниматься. И есть очень много олимпиад разных, там, всеукраинская олимпиада по программированию, все российская. То есть вот школьников как бы поощряют этим заниматься. Я начал этим заниматься, у меня начало более-менее поучаться. И я вот начал ездить на всю Украинку, там, выигрывать их. И я понял, что, наверное, это то, что хочу заниматься программированием. И поэтому, когда закончил школу, надо было искать вуз. Поэтому я вышел на академический университет, который в Питере. Это очень маленький университет, который, к сожалению, не очень долго пресуществовал. Там ребята решили открыть классную программу бахлавриата. Ребята, которые работают в JetBrains, многие ребята из JetBrains. Там люди любят очень науку в целом и любят поощрять людей, которые они занимаются. И они сказали, давайте сделаем нормальное образование. И они набрали 20 физиков, 20 программистов. По-моему, там почти никого не было, кто не поступил не по Олимпиадам. В основном люди поступали по Олимпиадам. Вот, они их собрали, дали нормальных преподавателей, дали нормальные стипендии. То есть в первый курс я там уже жил за свой счет, и это очень здорово. Я просто учился, все время на учебу уделял. Собственно, там я понял, что да, наверное, программирование это мне нравится. Я этим занимаюсь, у меня получается. И вот так вот я, собственно, этим и занимаюсь до сих пор. А не страшно было идти в университет, который буквально делал свой первый набор, когда есть такие гиганты, как ИТМО, СПБГУ, физтех, МГУ? Да, я рассматривал, получается, физтех, и я рассматривал ИТМО. И типа в ИТМО меня уже брали, как бы все было договорено, как бы, ну, потому что они берут Олимпиадников. И я, вот есть такая штука, как летняя компьютерная школа, это тоже отдельный круг ребят, которые преподаватели разных школ, которые собирают разных студентов, программистов, школьников, и летом везут их на месяц, как бы, в лес, условно, и где они рассказывают лекции по программированию, контесты есть, где нужно решать задачки. И мне повезло, что я туда попал, вообще узнал про это, потому что там я встретил огромное количество людей, которые в этом заинтересованы, которые в этом очень хорошо разбираются, потому что в России много людей, которые этим занимаются, и большая конкуренция сильнее, чем в Украине, и уровень средний, ну, явно выше, чем у нас, к сожалению. Вот, и я понял, что эти ребята классные, у них можно много чего поучиться, и я спрашивал, куда они тоже поступают. И мне говорят, мы поступаем в академический университет. Я такой, что это такое? Там две недели осталось до конца набора, вот, они мне про него говорят. Я думаю, так, если тут такие классные ребята, ну, типа, я точно там без денег чуть не буду. И, собственно, я тоже им написал, они такие, ладно, у вас есть Олимпиады, давайте мы вас возьмем. Да, было непонятно, совсем непонятно, я приезжаю в Питер, вот, там стипендия начальная у нас там была 5000 рублей, но вот JetBrains, за что я очень благодарен, компания, которая делает классные очень тулы для разработки, все программисты, наверное, про них знают, они спонсировали наш университет, они наши спонсоры, у нас преподаватели оттуда были, которые там плюсы читали, там, джаву, и JetBrains нам, как бы, сколько он, он сразу нам давал стипендии спонсорские, по 8000 рублей сверху докидывал, правительство Питера еще Питерик докидывал, то есть в итоге у нас накапливалось, у меня была стипендия первые два курса, по-моему, 27000 рублей, то есть на 27000 рублей можно жить, ну, типа, тем более общака стоила 300-400 рублей, идеальные условия, короче, очень здорово, что так сложилось. Давай тогда более подробно о том образовании, которое там давали, ну, как отличие от университетов, поскольку я уверена, что есть у тебя какие-то там ребята знакомые, которые все-таки пошли вот в эти университеты, стандартные, всем известные. Вы сравнивали программу? Как она отличалась? У нас все было динамично, у нас, у нас просто минимум бюрократия, просто минимум. Ребята такие, они понимают, что нужно дать нормальное образование, давайте возьмем топовых ребят, которые хорошие бэкграунды, и давайте им дадим еще классные курсы. То есть ребята очень динамично строили вообще всю программу, у нас в основном преподаватели с каких-то, вот, как я сказал, с компанией были, и звали некоторых преподавателей, и Слондана, кто-то знакомый знакомого на семестр позвали, нам приезжал человек, он не уверен, что Слондана, из Британии, который читает там курс один по машин-левернингу, он у нас его читал, например. То есть очень, если находят возможность, которую могут дать студентам, они ее делают. И это было очень здорово. И вот два курса нас очень жестко обучали, то есть, типа, я не знаю, я приехал, я думал, у меня хороший бэкграунт по математике. Как я ошибался? Я просто ложился в 4 утра, потому что делал этот матан до ночи, потому что было реально сложно. Я понял, насколько ребята, например, в Питере, выходцы из физмат-школы, насколько у них уровень выше был, чем мой. Но я потом догнал, и стало нормально. И вот, начиная с 3-4 курса, у нас предметы были по выбору. То есть у нас сказали, ребят, вы можете заниматься, там, не знаю, биоинформатикой, компьютер-сайенсом, можете заниматься машин-левернингом, клауд-компьютинг, еще чего-нибудь. И у нас были направления, на которых было по одному-два студента, и им находили преподаватели. То есть это вуз, который не зарабатывает своих студентов. Потому что часто вузы, они пытаются, ну, как бы, монетизируются, по факту, то есть они какую-то квоту бесплатную, кто-то учится платно, чем больше студентов, тем больше денег ты собираешь. Тут, скорее, вот история была в том, что ребята все отдавали, ну, по крайней мере, явно не жалели нам ничего. На конференции оплачивали нам поездки. Например, я, ну, сколько, несколько раз, три раза мы ездили с командой на финал Google Хэшкода, соревнование, которое называется Google Международное. И как бы нам перелеты, нам, как бы, Google компенсировал часть денег, ну, часть денег, оставшиеся, нам вуз давал. То есть он, как бы, никогда на этот день не жалел, потому что очень тоже благодарен ребятам. И вот такого не было, мне кажется, у других вузов. Вот гибкость, то, что ты выбираешь то, что хочешь, какие-то предметы, которые вообще левые, там, типа, какой-то УБЖ, типа, все там стороной на это смотрят. Вот, то есть очень просто все. То есть это, что нужно, ты идешь к администрации, и вы напрямую обсуждаете, как это сделать, зачем это. Сейчас ты учишься в магистратуре, да? Вообще, зачем тебе это надо? И расскажи, неожди. Почему пошел магистратуру? Ну, я закончил, получается, бакалавриат в нашем университете. Думал туда пойти в магистратуру. В целом так и сложилось. Но поскольку, как я сказал, у нас было все прекрасно и хорошо, к сожалению, так долго никогда не продолжается. Находится кто-то, кто хочет на этом заработать. И у нас такая неприятная ситуация сложилась. И поэтому ребята, которые организовали наш вуз, они плюнули на это все, взяли всех студентов и переехали на другие площадки. В вышку, ИТМО, из ПБГУ. Я, собственно, тоже переехал. Почему я пошел в магистратуру? У меня был оффер от Гугла после бакалавриата. Но это было, во-первых, в Европу. Я не очень хотел в Европу, потому что я люблю более, когда движуха какая-то, спешка. Пока такое люблю. А в Европе как-то все очень спокойно, наслаждается жизнью. Мне такое не очень нравится. И я подумал, что отличная возможность покататься по стажировкам, плюс послушать какие-то курсы. То, что мне нравится, я и сам послушаю. Но тут ты еще и получаешь образование, и тебе дают возможность слушать эти курсы. Почему бы нет? Поэтому я решил пойти на магистратуру. Я даже в теории думал, что, может, пойду на PHD. Скорее всего, сейчас думаю, что нет. Но потенциально это был как вариант. Поэтому я решил пойти. О твоих стажировках мы поговорим отдельно, конечно же. И о Гугле в частности. Плюс ко всему, просто, возможно, мы не охватим весь кусок про Гугл. Но я знаю, что у тебя на Хабре есть хорошая статья. Как ты там получил? Да, было дело. Мы ее положим в описании к этому видео. Давай о твоих планах в плане образования. Значит, ты подумывал о том, чтобы PHD. Подумывал ли ты о том, чтобы вообще получать образование не в России, не в Украине, а за рубежом? Короче, когда я об этом думал, было уже поздно. То есть, если вы хотите, мне кажется, где-то учиться магистратуру за рубежом, мне кажется, имеет смысл. Лучше всего, наверное, это сразу идти на магистратуру PHD. Если вдруг хочется PHD, то, наверное, идти на магистратуру PHD где-то за рубежом. Но за рубеж тоже имеет смысл, мне кажется, ехать, в основном для PHD. Если есть классный адвайзер, то есть научный руководитель, который топовый, и ты к нему попадешь. Потому что ехать просто в магистратуру за рубеж непоятно кому. Ну, это может быть хорошо, что вы новую страну увидите для себя, и, возможно, там останетесь. Но я не думаю, что это сильно будет лучше в плане науки или чего-то такого. Твоя специализация, да? Это machine learning. Да, да. Вот насколько ты оцениваешь эту специализацию, хорошо преподают в твоей магистратуре? Проблема, мне кажется, в том, что в России вообще достаточно мало народу, которые в этом хорошо разбираются. Ну, то есть, они есть, но, мне кажется, классных специалистов, которые, например, делают крутой ресерч, классные исследования, которые, типа, знают за рубежом, ну, просто единицы. Мне, наверное, двух рук хватит просто, чтобы пересчитать. Здесь в этом плане сильно лучше, потому что большинство народу сбегает сюда. Вот. Тем не менее, они есть. Мне кажется, ребята, то, что у нас рассказывали, они все было в целом классно. То есть, мне кажется, нам дали хорошее образование. Это область относительно новая. Ну, по крайней мере, вот она так, на хайпе новая. Да, хайповая, точно. Хайповая, новая. Очень быстро все изменяется. Очень много нужно знать и, там, не знаю, следить для того, чтобы оставаться вот в курсе. Есть ли какие-то источники, за которыми ты следишь? Вот, на самом деле, в последнее время не очень. То есть, я раньше, типа, статьи как-то читал, пытался этим всем гнаться. Но проблема в том, что вот статьи, эти научные, как бы, они публикуются с большой очень скоростью. Ты даже вот все их не охватишь. То есть, надо либо специализироваться на какой-то конкретной области, чем ты занимаешься. Например, конкретно Computer Vision или какой-то еще подзадачей ее там читать. Либо как-то просто есть люди делают выборки, типа, лучших статей. Или была какая-то конференция, и там, топ-10 статей с этой конференции. И ты такой почитал, ну, прикольно делать. Ну, то есть, типа, мне кажется, проблема, сейчас много в машине ленинге, ну, как проблема, то, что много статей, они, как бы, что-то подкрутили, что-то делали. Вот нет, мало, мне кажется, статей, это меня немножко расстраивает, которые там, типа, вау, что-то реально думали. То есть, прям, что переворачивает твое какое-то понимание, еще такое, прям, какое-то прикольное что-то делают. Часто это что-то там добавили, что-то убрали, оно там стало чуточку лучше, а часто еще это все провели, эти исследования не очень хорошо, если ты потом берешь на практике, пытаешься применить, оно вообще ничего не работает. Ну, вот я потом, когда про стажировки буду рассказывать, я расскажу, как у меня личный опыт с этим был. Просто, как бы, в теории, теория с практикой совпадает, а на практике как-то даже очень сильно нет. Вот, это грустно. А как думаешь, можно ли Machine Learning освоить без университета? Все можно освоить без университета, конечно. Ну, а в чем проблема? Ты идешь, смотришь, что тебе нужно для этого знать, а что для этого нужно знать, оп-оп-оп, построил себе такой граф в зависимости, и все, получил сам. Ну, наверное, для этой области просто нужны такие фундаментальные знания математики и прочего, и в университете их получить, наверное, проще, чем самому. Мне кажется, да, но в университете плюс те, что могут еще рассказывать много чего, что ты, например, не очень хочешь. Если у тебя нет, к сожалению, выбора предметов, на что тебе интересует, и что нет, и ты хочешь на все, то, не знаю, много споров. С одной стороны, люди говорят, ты как бы вширь, больше смотришь, а не узко. Потому что программирия, ну, это всего лишь одна какая-то, какое-то маленькое направление, которое можно заниматься, а, возможно, через два года ты вообще решишь другим заниматься чем-то. И в этом плане, как бы, с одной стороны, хорошо, когда ты хорошо, широко знаешь, с другой стороны, хорошо, когда ты что-то тоже узко знаешь, чтобы мог какой-то импакт делать, да, в этом направлении. И мне кажется, что можно сделать, выучить самому все. Это даже и ту же математику. Сейчас очень много курсов. На курс серии, Степик, это русская платформа, где одни из лучших преподавателей математики, в частности, нам вот читал Храбров, Александр Матан, очень крутой чувак, и он, у него есть курс, на Степике, то есть любой может посмотреть. В целом, плюс-минус то же самое, что нам рассказывали, и тебе не нужно в университет для этого ходить. Вопрос другой, сможешь ли ты себя заставить, не ходя в университет, без какой-то такой программы, что-то делать? Вот это сложно. Кто у тебя будет практики проверять? Потому что теория теории, но даже без какой-то практики, хотя бы какой она есть в текущем виде в университетах, ну, сложно, она просто будет вообще вылетать из головы. А как вообще ты относишься к онлайн-образованию? Может ли оно заменить университетское? В целом, как бы у нас многие курсы записывались в лекции, просто инициатива студентов была записывать лекции. То есть я много пропускал лекции, на самом деле, потому что я прямо спал и просто на них засыпал, и я такой, зачем мне ходить на лекцию, если я не засыпаю, а потом я могу взять видео, посмотреть на х полтора, на х два, сэкономить себе время. Единственное, ты не можешь вопрос задать, но если у тебя возник вопрос, ты можешь потом его спросить. Вот, то есть я не вижу проблем с этим. То есть мне просто иногда нравится, ну, приятно просто вживую послушать, пообщаться с каким-то преподавателем. У меня есть вот преподаватели, которые некоторые говорят, что нет, ты ходишь на пару не для того, чтобы предмет учить, а чтобы пообщаться и понять, как мыслит, типа, вот этот крутой преподаватель. Типа, то, что он расскажет какой-то предмет, ничего страшного, ты можешь его и там прочитать, ты можешь и там это посмотреть. Вот, короче, лучше вот посмотри, как человек мыслит. Можно назвать парочку книг по машин-лёрнингу и смежным каким-то областям, отдельным, которые тебе запомнились? Есть очень книжка, которую ты скорее можешь порекомендовать. Которую ты скорее можешь порекомендовать. Вот, но я начал читать, так не прочитал до конца, надо просто заставить это сделать. Good Fellow есть очень известный, это очень известный исследователь, известная книжка. Есть и на русском языке, вот есть Сергей Никольенко, такой тоже преподаватель, у него тоже есть книжка про дип-лёрнинг, глубокое обучение, по-моему, называется, она даже на русском. Вот. Может быть, если у вас не очень хорошо с английским, можете начинать с неё, наверное, там, как бы, обзор достаточно хороший. Ты достаточно много занимался соревновательным или спортивным программированием, правильно сказать, и участвовал на хакатонах. Да. Можешь вот рассказать о каких-то плюсах, что тебе даёт вот это участие? Спортивное программирование? Угу. На самом деле это тоже какой-то видо спорта, ты соревнуешься с другими, такой, надо больше работать, чтобы там преуспеть. Ты видишь, что здорово, что у тебя есть конкретная метрика такая, типа, вот, там, сколько правильных задач, сколько очков ты набрал, ты видишь на лидерборде, насколько ты высоко, и у тебя такое дух соперничества, вот это всё, хорошо, здорово. И ты, я думаю, что всё-таки учишь, там, алгоритмы, структуры данных, какие-то логические задачки. Мне кажется, в целом это развивает мощнее. В целом, как математика, какие-то задачки по математике. Насколько это, например, связано, практично, ну, не знаю, так себе, наверное. То есть, мне кажется, единственное практичное применение, то, что ты просто, может быть, научишься хорошо думать, быстро соображать, и в целом это тебе просто поможет потом по жизни. А вот, прям, что это суперобязательно, такого у меня нету. Вот. Хакатон — это немножко другая история, потому что Хакатон обычно у тебя дают, там, день-три дня, и вы делаете какой-то продукт, как бы обычно это даже не какое-то олимпиадное соревнование, ну, вернее, это, как бы, какой-то продукт. То есть, ты, там, презентацию даже сделаешь, представить его и всякое такое. Но часто бывают проблемы, ну, не часто, но бывает такое, что на Хакатонах, например, выиграют ребята, у которых, на самом деле, фиговый проект, но они, например, лично его презентовали. То есть, там сложно, бывают такие нюансы, что люди могут почти ничего не сделать, зато офигенно рассказать про него, сделать классную презентажку и выиграть. Ну, такое случается. То есть, типа, в идеале такого не должно быть, тогда это все имеет больше смысла. Существует мнение, что вот люди с олимпиадным прошлым не очень хорошо применимы в бизнесе. Вот ты можешь как-то прокомментировать это? Ну, условно говоря, ты занимался спортивным программированием. Google набирает только таких в основном. То есть, у тебя никогда не было каких-то проблем с тем, чтобы тебя не хотели нанять, потому что у тебя олимпиадное прошлое, потому что у тебя по-другому, ну, там, условно говоря, устроено, что тебе нужно решить задачу, а бизнесу, возможно, важнее, там, не знаю, другие цели. Ну, мне кажется, это скорее всегда играло только в плюс, потому что если мы идем в Google, любую крупную контору, у тебя первые несколько собеседаний – это решать задачи. Они просто проверяют. Это очень спорно, что это вообще система очень хороша, вот так отбирать. Но, судя по всему, она показала, что она работает, по крайней мере, на масштабах. Не идеально, но как-то работает, похоже, пока лучше не особо придумали. Хотя очень спорная тоже система отбора. И там, в основном, тебе нужно, да, решать задачки алгоритмические. И когда ты много это делал, то ты, во-первых, действительно в этом начинаешь соображать. Иногда даже просто видеть паттерны. То есть, бывает такое, мне кажется, вот ребята, которые прям суперклассно всем занимаются, ездят там на SEM и CPC, это мировой чемпионат по этому добру, мне кажется, они просто видят задачу часто, ну, и просто видят так, ага, тут вот эта штука, эта штука, эта, нужно просто скроминировать. Ну, то есть, типа, интуиция у них очень хорошо появляется в этом. И такие ребята очень классно потом, на самом деле, занимаются, мне кажется, разработкой базы данных и такими всякими штуками, потому что вот это, оно уже сильно коррелирует, то есть, там похожие задачи. То есть, когда нужно там быстро и оптимально что-то делать. А разработки как-то продуктов таковых, ну, наверное, там это не сильно важно. Предлагаю переходить тогда к самой, наверное, интересной части этого интервью, это стажировки. Расскажи о своей первой стажировке. Как ты ее нашел, что это было? Первую стажировку нашел поздно, то есть, я уже закончил бакалавриат, по факту. Ну, я заканчивал бакалавриат, это было последнее лето перед магистратурой. И я решил съездить на стажировку. Ну, я до этого подавался как-то, но у меня была проблема. Я подался первый раз в Google, слил интервью, мое первое интервью на английском, я нервничал просто жутко. Мне дали задачу, я ее плохо решил. Причем я понял после интервью, что я эту задачу даже знал. Я даже знал, как ее решать. Но я даже не вспомнил об этом на интервью. То есть, я настолько нервничал, я понял, что в этом была, наверное, основная проблема. Я вот так подавался, там, типа, не прошел. Ну, типа, и ладно, там, останусь в России, поработаю, там, летом в другой конторе. Но потом решил, что, типа, нет, надо съездить. Вот я попал в Google летом в Нью-Йорке. Провел прошлое лето в Нью-Йорке. Было здорово. Я был в команде Google Дока. То есть, это было не машин леонинг. Но просто я выбирал, как бы, заниматься, остаться в России на лето. Либо заниматься, может быть, не то, что мне прям совсем нравится. Но зато в Google, посмотреть, как там, Штаты и все прочее. Я решил, что поеду. Потому что у меня там в Google как установить система. Ты проходишь, а дальше ты говоришь, что тебе интересно. И проекты тебя ищут. И у меня стоял весь машин леонинг. Короче, мне никто не отвечал. У меня никакого опыта особо машин леонинга нету там. То есть, типа, только образование. Вот. И никто, как бы, не связывался со мной. Я поменял галочки, типа, давайте software engineering. Сразу меня нашли. Вот. И да, я поехал на сажевку. В Google было здорово. Очень понравилось, что там вот. Из всех мест, где я побывал, там, конечно, инструменты разработки самые классные. То есть, там, люди хорошо смотрят твой код. Там всегда, вот тебе нужен какой-то инструмент. Он наверняка есть, ты просто про него не знаешь. Ну, настолько куча всего есть. Очень много плюшек, как бы, людям, разработчикам. Там, бесплатное питание, залы, не знаю, что угодно. Просто все есть там. И это, конечно, комфортно. Очень, очень комфортно. Я потолстил на 4 килограмма за 3 недели, там, вот. При том, что ходил в зал. Как бы, я такой, воу, воу, полегче. Надо, надо перестать это делать. Да. Общее какое-то прохождение интервью на стажировке. Оно же существует, правильно? Расскажи о нем. Вот это как раз я описал в статейке на Хабре про Google. В целом, это выглядит так. То есть, ты подаешься в компанию. Твое резюме смотрят. Начать тебе такой скрининг интервью. И часто говорят, что тебе интересно. Смотрят, как вы вообще сходитесь. И потом начать тебе пару технических интервью. И потом, зависит от компании, могут дальше какие-то другие интервью быть. Там, онсайт. Тебя пригласят приехать в компанию, пройти интервью. Там, парочку. Вот. Если все видят, что ты вроде подходишь, должен справиться с проектом, то тебя берут. Но вот угла обычно немножко другая система. То, что ты проходишь два технических интервью, а потом тебя команду выбирают. И стопки людей тебя не выбирают. И хорошо, если у вас есть человек, который в компании с вами работал и может вас посоветовать. Потому что у них такой поток людей большой, что они просто даже не откроют, скорее всего, ваше резюме, потому что очень большой поток людей. Поэтому желательно кого-то знать, чтобы тебе подали. Но это сейчас не очень проблема, потому что знакомый знакомому. Однозначно уверен, что у каждого знакомого-знакомого работает в Гугле. Вот. Поэтому не очень сложно их найти, если вы реально хотите. Ну, а все же, если нет таких. Ну, допустим, вот один из наших зрителей сейчас живет не в большом городе, где IT-тусовка такая достаточно активная, да. А живет, ну, допустим, в каком-нибудь, ну, хотел сказать, в Курск, но Курск не очень далеко от Москвы, но достаточно в далеком городе, занимается программированием, учится на программировании. Вот как ему найти? Подписаться на мой канал, написать мне. А я найду, через кого зареферировать. На телеграм-канал, правильно? На телеграм-канал, да. Да. Ссылочку тоже мы поставим в веб-пост. Да, типа, ну, к сожалению, так, знакомый знакомых. Ну, например, вот я сейчас в лифте, да, и меня ребята, оказывается, кто меня читает, я, к сожалению, даже не знаю многих людей оттуда. Но они говорят, слушай, вот у меня CV, можешь, пожалуйста, мне зареферировать. И я такой, зареферить. И я такой, ну, да, пожалуйста, почему нет? Там есть, правда, нюанс с тем, что, как бы, компания тебя спрашивает, а кто тебе этот человек? Ну, там, как ты его оцениваешь, там, топ-5, топ-10, там, ну, такие вопросы все. Конечно, про тех ребят, которых я не знаю, я такой, ну, не могу такое сказать, я такого не говорю. Вот, но это все равно повышает шансы на того, что просмотрят. Но при этом у меня были ситуации, когда я подавался на компанию через сайт, никого абсолютно не знаю, просто через сайт и проходил, имел, мне давали оффер. В прошлом году ты получил один оффер, и это был Google, правильно? Позапрошлый это был, сейчас был Google, по-моему, что-то еще было, не уверен насчет Фейсбука, по-моему, с Фейсбуком тоже что-то шли какие-то переговоры, но я такой, типа, пойду в Google. Но в этом году у тебя было 7? Да, да, потому что я, верно, я когда возвращался с Google, типа, вот сетям прошло года, я такой, типа, так, понятно, нужно, короче, поехать еще на стажировках, пока я буду в магистратуре, надо этим заняться. Но я немножко подготовился к интервьюшкам, подал большое количество компаний, у меня даже вот на LinkedIn я картинку выкладывал, и в каналчик выкладывал картинку, значит, воронку этого всего процесса. То есть я подал, по-моему, в 40 мест, мне ответило только 20 или 30 компаний, причем ответили не значит, типа, давай прособеседуемся, а просто ответили, просто написали ответ, включая, извините, вы нам не подходите. Вот. И только 10 ответили, давайте делаем интервью-процесс. Из этих 10 я получил 7 оферов, один завалил, одно собеседование, и два я тоже сам отказался, потому что я просто понял, что к ним не пойду, и мне было жалко свое время. То есть, и пока я это все делал, то есть я десятки часов интервью проходил, и ты как-то входишь в этот ритм и понимаешь, что это как бы, что ли, как это можно научиться этому всему, и это как раз еще, мне кажется, показывает, что система достаточно плохая, потому что, возможно, если тебе плохой бэкграунд, то сложно это сделать, научиться, поскольку у меня было много такого спортивного программирования за плечами, то мне как-то достаточно просто было к этому все подготовиться, но в целом можно, мне кажется, да, подстроиться и в целом понимать, что происходит. И просто когда у тебя большое количество компаний, я считаю, что все должны так делать, потому что, хорошо, половина, вы, например, не супер шарите в этом всем, у вас там половина, две трети отсекут, но у вас останется на треть, то есть вы просто, как бы, больше вход в воронку, больше выход, все очень просто. И потом, когда у вас несколько офферов, то вы уже, типа, выбираете, где вам больше нравится, где там лучшие условия, там, кто какая локация, кто-то в Сиэтле, кто-то в Нью-Йорке, кто-то еще что-то, и вы просто выбираете и едете туда, куда хотите. И я, например, согласовывал так, чтобы у меня были три стажировки подряд за этот год, и мне надо было согласовать, чтобы можно было по визе сделать. Почему? Потому что, например, у меня сейчас одна виза на две стажировки, а так тоже сложно сделать. У меня было удобно, что у меня компания, которая делает визу, она была одна и та же у двух этих компаний, потому что обычно компании делают не сами, а у них есть компании-посредники, которые делают визу. И когда это одна компания, им легче, проще внутри сделать одну большую визу на две стажировки, чтобы не надо было приезжать на месяц, там, я обычно в Киев езжу и там делаю визу. Просто это занимает, типа, записаться на визу, прийти, пройти собеседование, ну, это, типа, вылетает недели-две минимум. По какой визе ты находишься сейчас в США? Сейчас по G1, в основном компания делает стажером G1, да, потому что достаточно просто сделать. Ну, это виза для стажеров и тренинг, насколько я знаю, да? Сколько ты уже по времени здесь находишься? Ну, у меня было, получается, стажировки по три месяца, сейчас я уже нахожусь в четыре и буду еще три по одной и той же визе. Вот, насколько я помню, но я могу ошибаться, вроде на сайте написано, что она до 12 месяцев, может быть, ее можно еще продить. То есть, там есть какое-то ограничение, я не знаю, какое, я никогда еще не упирался в него, вот, а кто знает, может, придется. Ну, сейчас мы находимся в офисе лифт, как показывает этот значок, если он еще работает. Расскажи вообще о компании, потому что это компания, которая, возможно, неизвестна в России, вот, в широком уровне, как Uber, например. Я когда-то работал на работе, и я делал там одну приложуху, которая вместе объединяет сотрудников на работе в одну поездку, чтобы на тебя сэкономить так денег. Вот, и я тогда работал с API-ем лифта, я даже не знал, что это. Я знал, что это какой-то такси-сервис, там, все дела, но ни разу про него не знал, не работал с ним, пока вот, собственно, не приехал сюда. Но я приехал не потому, что это лифт-такси, как Uber, я хотел именно сюда, из-за чего того, что вот здесь с Adrain Car, мне это было интересно посмотреть, как это вообще все выглядит. Мне нравятся вот технологии, там, машинеллинг, но мне еще нравится железо. То есть, если это совместить, то есть умные машины, условно, робототехника. Я никогда этим не занимался, но мне прям нравится это. Поэтому я решил, типа, блин, здорово будет сюда приехать. Вообще, в Америке это популярная компания, да? Да. И они работают на рынке США, Канады. И Канады. Да. Расскажи о том, как ты попал сюда на стажировку. Отличался ли этот процесс от стандартного? В целом, нет. Я нашел, есть Open Data Science, это такой комьюнити очень больших русскоговорящих дата-сайентистов, без названия, как понятно. Я нашел там ребят, которые, собственно, здесь работают. Я попросил закинуть мое CV. Они такие, без проблем, закинем. Закинули, мне провели два интервью, я их прошел. Это, кстати, еще один способ, как получить реферал. Да. Если это в машинке, связан с машинеллингом, то это, да, Open Data Science, вот Slack-канальчик там, Slack-группа скорее. Вот. И да, вас закинули, вы проходите пару интервьюшек, потом спрашивают, и потом выбирают, какую команду вы хотите присоединиться. Вот я присоединился в команду в Mapping Team, который занимается построением карт. И у меня вот сейчас забавно так случилось, просто совпадение, что мой хост, это Владимир Главяков, он очень, кстати, известен в российском комьюнити. Очень. Да, человек, который очень хорошо решает кегл, и не только. Вот. И да, забавно, что он мой хост, типа, я ему пишу, типа, привет, хост. Ну, это совпадение просто такое, оно очень забавно. А как тебе здесь работает? Как устроен рабочий процесс? В целом, как во всех айтишных компаниях, то есть все достаточно гибко, то есть, типа, у тебя нет такого там фиксированного рабочего графика, вот. Вот. Единственное, что я работаю в Пало-Альто, а живу в Сан-Франциско, потому что Level 5, все машинки, проще ездить по Пало-Альто, чем здесь, вот, чем в Сан-Франциско. И, ну, ты приходишь, у тебя есть свое рабочее место, у тебя есть своя команда, у вас есть какие-то стендапы, когда вы рассказываете, делаете апдейт, над чем вы сейчас работаете, тебе дают какой-то проект. Обычно сейчас стажерам дают какую-то фичу реализовать, что-то там пофиксить, еще что-нибудь. Ну, очень сильно зависит от проекта, и от команды, и от компании. Вот. У меня был вообще полноценный отдельный проект, то есть я поднимал там новый сервис, которого до этого не было. То есть в этом плане было здорово, потому что я взаимодействовал с большим количеством команд разных и уточнял вообще, что нужно, что нужно кастомерам и в таком духе. То есть это мне очень понравилось. Такого опыта у меня не было, мне кажется. То есть в Гугле, например, я там фичу определенную пилил в Гугл Доке. То есть типа у меня есть конкретный продукт, мне нужно сделать новую функциональность. Я там с кем-то взаимодействую. А тут прямо активное такое взаимодействие, это было здорово. А как устроено общение со стажерами? Вообще какие им задачи дают? Насколько много ответственности? Вот ты упомянул про Владимира Игловикова, который твой хост. Да. Он же ментор, да? Мендор. Ну, хост-ментор. Вот как у вас устроено с ним общение? Что он дает? Ну, я пришел, и он говорит, вот есть такие таски. Я там поработал над одной, и потом мы такие, давай вот это сделаем. Мы думали, что это там задачка на неделю, в целом она так и выглядит. Но как обычно бывает, потом поговорили с тем, с тем, с тем. Оказывается, из этого нужно сделать не такую задачку за неделю, а нужно это сделать, полноценный сервис, там сразу уже работает на три месяца, если не больше. Вот. И такой, ну давай этим заниматься. Вот. Если есть какие-то вопросы, то можно контактировать и говорить, типа, слушай, вот столкнулся с этим, как думаешь, кого-то спросить, там, или ты можешь знаешь, как это пофиксить. Но в целом стажер часто, ну, где я был, ну, выглядит как полноценный сотрудник, просто на короткий срок. То есть такой же стендап, ты тоже так же общаешься со всеми, как и все, делаешь такую же работу, единственное, что тебе должны дать такой проект, который ты, ну, скорее все успеешь сделать за свое время, за время, которое ты будешь компанией, потому что иначе, ну, это будет глупо. А в чем вообще вот так ценность стажировок? Для кого? Она, вроде бы, очевидна. Для компании или для... Ну, давай для обеих сторон. Для обеих сторон. Ну, для компании понятно. Почему? Они приходят к ним человек, платят они ему меньше, соответственно, он работает какое-то время, они смотрят, слушайте, он хорошо там работает или плохо. И могут предложить часто, такая частая история, когда тебе дают оффер, джоп-оффер, то есть ты поработал, они говорят, вот, чувак проверенный, мы не кота в мешке берем, а давайте ему дадим оффер хороший, пусть он нам придет работать. Мы видим, что он хорошо умеет работать. То есть вот часто так делают, мне кажется, Google в основном только так, и берет в себе сотрудников и Facebook, много так компаний делают. Для тебя хорошо, как для стажера, во-первых, потому что ты можешь действительно, если тебе нравится эта компания, потом пойти работать туда, как бы ты можешь сразу запрыгнуть в Google, условно, и с большой вероятностью тебе там понравится. Но как бы, кто знает, а вдруг тебе не понравится чем этим заниматься. Ты, во-первых, смотришь на людей, которые там работают уровень, как у них все выстроено, нравится где-то эта компания, чем они занимаются, плюс ты получаешь, конечно, опыт. То есть тут как бы все вместе. Ты как бы и проверяешь, щупаешь почву тогда, чтобы понять, нравится тебе или нет. И плюс получаешь даже еще возможность потом пойти работать, если тебе нравится. Например, некоторые компании, например, возьмем Facebook. Facebook, например, не делает, по-моему, офферов в Штаты. Но если ты был у них стажером, они тебе дают отличный оффер, сильно выше по деньгам, чем обычным смертным, который заходит без стажировок. И плюс они тебя могут в Штаты привезти. А если ты первый раз подаешься на стажевку, они тебя даже в Штаты на стажировку не отправят. Они говорят, только Лондон. Это он, наверное, в любом случае. Всякие такие штуки есть. И плюс посмотреть, конечно, разные города. Я почему так делаю? Я катаюсь по разным компаниям и по разным городам. Разные люди, разные компании, разные города. Не знаю, прекрасно очень. Кругозор так расширяет. Но вот этим летом у тебя была NVIDIA. Была NVIDIA в Сан-Хосе, да. Сейчас Lyft. Сейчас Lyft, да. И потом Amazon. А потом Amazon, да. Потом Amazon в Сиэтле. То есть город другой, компания другая. И вот, например, я занимался дип-лёрнингом, в ресёрчем в NVIDIA. То есть я делал модельки, которые вот спичит этот текст. Текст от спичи. По тексту генерирует, типа, человеческую речь, как-то произносит этот текст. Это был чистый ресёрч-проект. Я почти не взаимодействовал с никакими командами. Я работал с моим ментором, научным руководителем, условно. И тут вот как раз вставлю про статьи. Вышла там статья от Майкрософта. Новый там способ генерации речи. Очень крутой. На цифрах всё классно. Примеры классные. Кода, ни строчки от них нету. И я такой, ну надо это сделать. Мы начали это делать. Оно не заводится, нифига не работает. Я кое-как это завёл, в итоге поменяв там сильно всю архитектуру этой модели. Оно как-то завелось. И потом за неделю, за две до моей стажировки кто-то тоже попытался её сделать. Я посмотрел на их код. И он тоже работает очень плохо. В теории должен быть ресёрч, публикация, отличные результаты. На практике почему-то они работают. Почему они код не выложили? Вот есть компании хорошие, которые делают нормальный ресёрч. Всё выкладывают, всё воспроизводимо. За что я очень уважаю такие компании. Вот это Facebook любит так делать. Ещё парочку. Вот это очень здорово. Ты недостаточно раскрыл тему зарплат стажёров. Конечно же, я понимаю, что ты под NDA. Мы не будем тебя мучить и спрашивать по каждому. Но плюс-минус можешь назвать. У тебя всё-таки уже было несколько стажировок. Какие тебе зарплаты платили? Без имён. До налогов? Среднее, среднее, среднее 9 тысяч долларов. До налогов. После налогов, мне кажется. В месяц. В месяц, да. До налогов. Мне кажется, это ещё часто налоги. Но это неплохо. Ты много налогов возвращаешь. На самом деле, это чуть-чуть меньше, чем у фуллтаймеров. Но фуллтаймеры получают фантики, акции, которые, стоки, которые они потом продают и получают ещё в два раза больше. Но это совсем неплохо. То есть я в целом себе ничего не отказываюсь здесь. Не то, что я сильно трачу деньги, но у меня пока только складывается на что-нибудь. Ну да, потом будешь учиться год и жить на эти деньги. Ну я ещё смогу год, не работая, прожить. Да. Там есть комнаты, которые можно сдать. Я сразу связался, такой, отлично, по крайней мере, на первое время залетаю, потому что у меня нет вариантов просто других. И калининг это такая штука. Мне кажется, кто-то в России пытается такое делать, но это скорее исключение. То есть много моих одногруппников живут в своих квартирах, потому что они получают нормальную прогресскую зарплату и в России позволяют себе отлично жить. Это не работает в Калифорнии. Ну здесь ты можешь, но люди не хотят, даже те, кто в Гугле работает, в Фейсбуке, не хотят отдавать всю свою зарплату, там, половину на жильё и живут вместе. Ну там, типа, в своей комнате, но в одной квартире. И вот калининг это когда ребята собрались, сняли кооп, да, их называют, типа, дом большой, раскидали квартплату по комнатам и сдают комнаты. Но в основном они берут не просто людей, кто хочет жить или как-то на этом зарабатывают, а они скорее строят такой комьюнити. То есть люди, с которыми приятно находиться там, вместе, я не знаю, вечером играть на инструментах, общаться, просто как-то тусить. Например, еда часто там общая, то есть есть там холодильник, типа, shared food, private food. Вот, кто-то что-то готовит, обычно все всегда с другим делятся. То есть это такая атмосфера, то есть, типа, блин, для меня вначале было непривычно, то есть, как бы, маловато, что ли, персонального такого, как-то сказать, короче, места для меня. Вот, нужно больше, что ли, свободы. Но, не знаю, вот в общаге что-то похожее иногда бывает. Собственно, я вот жил с очень хорошим другом, пока учился в университете вместе. И бывает того, что ты приходишь домой, и тебе, не знаю, ну по какой-то причине тебе грустно, а у тебя друг весёлый. И вот что-то начали говорить, ты отвлёкся, классно пообщались, у тебя настроение хорошее, у него хорошее, все счастливо. И вот, как бы, у тебя всегда есть общение дома, у тебя всегда есть общение с приятными людьми. Вот, и в этом плане, в этом что-то есть. То есть, мне кажется, нужно как-то балансировать. То есть, у тебя есть, например, хорошее private room, и плюс ты можешь выйти всегда на кухню, где там shared space такой, и вы можете с ребятами отлично пообщаться. Короче, в этом что-то есть. Я был как-то очень осторожен к этому, но я как-то сейчас немножко поменялся. А сколько стоит комната, ну условно? Зависит от, но я в Сан-Франциско сейчас плачу 1300. То есть, достаточно... Говорят, что это не очень дорого, но... Я, скорее, слышала 1500 обычно. Вы понимаете, да, в России, насколько можно за 1300 жить. Ну и зарплата тут всё-таки побольше, чем в России, вы тебе платили. Да, но мне кажется, на эту зарплату комфорт жизни ниже, чем в России. Об этом мы ещё поговорим. Я подготовила вопрос о плюсах и минусах с твоей стороны вот этого места. У меня такой вопрос. Возвращаемся к стажировкам. Вот после того, как ты прошёл стажировку в Google, тебе сделали предложение о фулл-тайм работе, да? То есть, тебя хотели нанять. Да. Ты отказался. По какой причине? Расскажи о своих документах. Ну, как бы они сказали, типа, всё, давай, типа, мы тебе готовы предложить офер, давай мы ищем команду, куда тебе можно списать. Ну, а, во-первых, они сказали, что только в Европу нанимают, потому что Google не делает H&B, и он не хочет, типа, заниматься этим, насколько я понимаю. Они делают L1. То есть, ты год работаешь в Европе, в Европе можешь перевестись. Вот. И я подумал, типа, ехать в YouTube в Париж. Мне Париж не очень нравится. Типа, он классный, как туризм, но, блин, как жить там не очень. Звучит романтично, но, не знаю, на самом деле, им все не так классно. И плюс была возможность, типа, пойти ещё поучиться и поездить по другим стажировкам, плюс побольше посмотреть Штаты. Я подумал, ну, типа, Google всегда есть, и, как бы, я могу в него позже пойти. А если я позже в него не смогу пойти, его, значит, не будет, значит, я правильно сделал, что не пошёл. Ну, то есть, типа, вин-вин. Вот. Поэтому я решил не идти туда. Ты работаешь над Computer Vision, да? То есть, self-driving cars вы делаете? Ну, как бы, self-driving cars это что-то большое, состоит из много разных потасок, да, и я какую-то часть делаю, да. Какую именно, расскажи. Ну, я работал, у меня было два проекта. Я работал и просто над классическими такими моделями машинобучения для Computer Vision, вот, но потом я переключился на более такую software-инженерную задачку в команде ML Platform, то есть, где больше мы делаем тулу, чтобы было проще другим командам. Вот. Я делал там сервис, который, условно, запускает модельки машинобучения на нужных данных, чтобы пользователь мог приходить, вместо того, чтобы самому делать все эти процессы, он мог просто взять готовые результаты, там, их уже использовать для своих нужд. Вообще, как думаешь, насколько реально автономные машины? Вот, говорят, что на процентов, там, 80-90 уже это всё реально. А вот остались, там, условно, 10%, которые могут быть просто нерешаемой задачей. Ууу, тут сложно сказать, ну, короче, проблема с реальными машинами, с тем, что у тебя должен быть очень хороший уровень надёжности, чтобы ты туда посадил реально человека и реально пустил по городу. То есть, если даже там будет 5%, ну, то есть, типа, пока он не будет почти идеальный, ну, это опасно выпускать, ну, в Штатах точно не решат. Типа, в России можно что угодно делать, поэтому там прокатят. Здесь, я думаю, как бы очень жёсткая регуляция, если тут кто-то кого-то собьёт, ну, это всё, это могут, мне кажется, прикрыть всю лавочку. Вот, поэтому это сложно. Я катался на наших машинках, прикольно ездят, вот. Там, конечно, не идеально, далеко не идеально, есть, понятно, где проблемы какие решать, все знают какие-то проблемы, выглядят они как в целом решабельные. Но, мне кажется, большинство компаний говорят, что это будет, типа, через 5-10 лет, прям такие автономные. Но, есть компания Нюра, это американская компания, которая занимается развозкой товаров. У них садрайн-кар, но без пассажиров, метр в ширину, там, не знаю, полтора в длину, и просто там ящички, куда еду кладут, или какой-нибудь товар, и он доезжает. Он на маленькой скорости, нет пассажира внутри, это значит, что в любой, ну, ты можешь, например, резко тормозить, потому что ты не испортишь экспириенс человеку, который внутри машины, он не пострадает, потому что там нет человека. То есть, сильно проще. И они прям ездят полноценно, все отлично у них. Но там нет пассажира. Добавляешь пассажира, сразу много проблем появляется. Но есть пассажиры вокруг на дороге. Да, да, да. Ну, а так у тебя и там, и так, а у тебя еще машинка маленькая, и у тебя больше маневра, ты всегда держишься посередине. То есть, типа, сильно проще, сильно проще. AI. AI, да. Ты работал, вот сейчас работаешь с Computer Vision. Да. В NVIDIA ты работал, напомню, с текстом. Да, ты для себя бы что выбрал? Да, я не знаю вообще, буду ли заниматься машин-левнингом в ближайшие несколько лет. Ну, типа, я не собираюсь себя ограничивать так узко. Ну, а сейчас какая область тебе больше нравится? Ты поработаешь? Сейчас вот я буду как бы с автоинженером, машин-левнингом. То есть, мне нравится в целом технологии, все это нравится, но мне бы хотелось, наверное, все-таки что-то делать свое. Было бы здорово. То есть, хочется какое-то более такое активное, более, наверное, узкое, но пошире. Вот. Хотя вся тематика мне в целом нравится. Ты такой общительный парень, да, и я знаю, что у тебя достаточно широкий нетворкинг, несмотря на то, что ты здесь достаточно недолго находишься. Естественно, ты сам в этой области AI. Можешь рассказать о каких-то достижениях самых таких интересных в области искусственного интеллекта сейчас? Самое интересное, ну, не знаю, например, там очень популярный пример, когда OpenAI научился обыгрывать, есть игра такая, Dota, вот, и они взяли ограниченное количество персонажей в этой игре и научились, как бы, искусственным интеллектом обыгрывать команду реальных игроков. Вот. Ну, там с дополнительными ограничениями, но они показали, что это возможно, типа, что это здорово. Они потратили кучу денег на то, чтобы это натренировать, просто показали, что так можно, но это не очень целесообразно. Вот. И у них еще другая была моделька, очень классная, GPT-2. Ну, это, значит, они натренировали на огромном количестве данных текстовых модельку, которая просто условно предсказывает следующее слово. Вот текст есть, ты убираешь кусок текста, а он, типа, предсказывает, что там было. И эта штука, ты, например, задаешь вопрос, что такое, не знаю, солнце? И она автоматически продолжает и отвечает тебе, что такое солнце. И она, вот, есть даже, по-моему, где-то бот запущен на Reddit, что ли, ты пишешь какой-то текст, где-то было такое. И запускается эта моделька, упрощенная версия ее, она генерирует ответ, и тебе пристает обратно. И ребята даже не запостили ее, потому что говорят, что, ну, будет очень много правдоподобного фейка, потому что реальная система. То есть там был такой классный пример, они пишут, например, что там было такое, типа, экологичные продукты, это плохо потому-то, что-то это плохо потому-то, и модель начинает продолжать, и какие-то вещи, которые люди считают хорошими, она как бы обосновывает, пытается обосновать, почему это плохо, и достаточно неплохо получается. То есть, типа, прям, вау, круто. Вот, ну, вот, наверное, это то, что так, самое такое хайповое, что интересно будет просто знать, послушать. Ну, вообще, много-много чего происходит, потому что много людей, сейчас очень много хайпа, и народ этим занимается, у кого-то получается, у кого-то нет, но как-то это все движется. Такое ощущение, что немного, наверное, замедляется, потому что все зависит очень сильно от вычисленных ресурсов, а скорость вычисленных ресурсов уже не так стремительно растет. Давай поговорим о фреймворках. Можешь провести их сравнительный анализ? Фреймворках каких? Типа TensorFlow и PyTorch? О, боже. К сожалению, мне пришлось в NVIDIA работать на TensorFlow, потому что у них есть такой фреймворк OpenSequence, где много разных моделек. И мой проект мы решили делать в нем, потому что там многие вещи уже были сделаны, и мне было бы легче, чтобы строиться. О, боже. Но TensorFlow, конечно, это боль, потому что он, возможно, лучше для продакшена, там его можно оптимизировать, запускать на девайсах мобильных, всякое такое. И у нас, не знаю, могу это говорить, не могу, неважно. Короче, TensorFlow мне не очень нравится, потому что он не очень гибкий, и я вот работал над этим проектом, и у меня были моменты, когда я хотел что-то проверить вот так вот быстренько, какую-то идею. Но поскольку это был TensorFlow, это было нереально туда вставить, очень много ресурсов, я просто забивал. Был бы это PyTorch, я бы быстренько это впилил, и все было здорово, и сейчас, слава богу, и моя вся команда, которая занимается вот ML-платформой и картами, почти все читают на PyTorch, и мы рады. Вот, и много ресурсов занимается PyTorch, потому что он более гибкий, и там достаточно классные ребята, и они классные делают тулы для PyTorch. Короче, здорово. Facebook занимается этим хорошо. Такой более философский вопрос. Многие эксперты говорят, что AI опасен для человечества. Боже. И что он, в принципе, его может уничтожить. Может быть, кто-нибудь, как Илон Маск, должен об этом и думать. Просто, чтобы кто-то думал об этом. Но, мне кажется, настолько еще далеко. Ну, смотря, конечно, как задумываться об этом всем. Например, мне в целом все равно, что, не знаю, компьютеры там читают, мои переписки и все прочее. Если нет такого, что в какой-то момент кому-то понадобится что-то конкретное применяя, и этот человек получает доступ в системе, и может это посмотреть, я уверен, что такое происходит. На самом деле, это вот плохо. А то, что какой-то там искусственный интеллект будет читать мои данные, мне все равно. Если они будут рекомендовать отличную рекламу или отличные места, чтобы поесть, я буду рад, если он будет это делать хорошо. И часто это делать неплохо. То есть, я не помню, что я гуглил. А, я ездил в Л.А., Лос-Анджелес, и, по-моему, да, забрынул все отели. Мне гугл такой на карте показывает, чувак, у тебя вот здесь отель. Я такой, ммм, здорово. Ну, то есть, типа, приятно, что вот этот искусственный интеллект, как бы он помогает продукты делать лучше. Может ли быть опасным? В целом может. Но, мне кажется, мы еще настолько далеко от чего-то такого разумного. То есть, мы отлично решаем задачи вот машин-ленинга, то есть, когда нужно условно, тебе говорят, вот отзыв, он плохой, негативный или позитивный. И надо научиться по отзыву говорить негативный или позитивный. Вот такой отлично работает. А вот такие системы, которые там именно делают какой-то анализ, думают за тебя, что такое, такое почти, ну, нет. Ну, голосовые помощники все, они же очень тупые. То есть, там, Алиса вот эта, которая работает, она вообще, насколько мне известно, она ранжирует ответы, которые есть, и выбирает лучший. То есть, она как бы даже не генерирует тебе на ходу какой-то умный там ответ. Она просто выбирает из лучших и тебе выдает. То есть, как бы далеко как-то что-то от умного, далековато. Поскольку у нас переговорка всего лишь осталась 4 минуты до конца, то у тебя есть такой челлендж. Ответь мне на вопрос за это время. О плюсах и минусах Кремниевой долины. Хорошо. Вот твой свежий взгляд. Именно долины. Долины и Сан-Франциска. Начну с минусов, наверное. Давай. Банкинг, отстой. Бомжи, грязно, очень дорого. Что еще? Ну, это такие, да, это прям основные минусы, наверное. Основные плюсы. Офигенная погода. Очень вкусная авокадо. Сёрфить можно. Можно на тахо поездить, не знаю, на лыжи кататься. Но самое крутое, то, что мне очень нравится здесь, это люди. То есть, тут стекаются топовые ребята со всего мира. С кем не встречаешься, у меня там канал на 20 тысяч, он рассказывает там про продукт какой-то. У того, там, про дизайн. И почти кого не встречаешь, ребята очень классные. То есть, встречая русскоговорящих ребят, с большой вероятностью, они чего-то добились, там, у кого-то подкаст на 10 тысяч, там, про Android-разработку. То есть, сюда вот приезжают в основном те, которые чего-то там добились. Ну, и такие, как я, которые просто попали случайно. Вот. И это здорово. Мне кажется, очень классно с такими людьми знакомиться. Они, во-первых, заряжают, все пропитано. Немножко надоедает, что тут одни инженеры, вот. Но зато, куда ни глянь, где-то ребята, у которых можно чему-то поучиться, и все охотно делятся информацией, готовы тебе помочь. И это, конечно, очень-очень заряжает, очень здорово. Вот на данном этапе остался, либо ты здесь жить? Как я сказал, сложно. Вот я думал, когда до того, как приехал сюда, что, типа, однозначно, Штаты, у-у-у. Когда ты приезжаешь, когда ты не был в России, например, в Москве, не был в Штатах, приезжаешь в Штаты, ты потом сравнишь. Ну, не так-то просто решить. Вот. Не будем говорить, какой основной минус в России. Вот. Но, скорее всего, ну, я бы, скорее всего, переехал. Наверное, надо переезжать, потому что всегда можно вернуться, во-первых. Вот. И это выглядит, как какой-то новый челлендж и какие-то новые возможности, мне кажется. Мне такой, по крайней мере, сейчас мне нравится. Вот. А такой европейский стиль, где мы отдыхаем, живем на стажерстве жизни, он мне пока не очень заходит. У нас даже осталась еще одна минута, поэтому планы, твои планы на будущее. О, это я сам пока не знаю. Пока вот думаю смотреть, наверное, фулл-тайм работу себе здесь. Ну, потому что можно, конечно, сложно просто так приехать. Надо хотя бы, наверное, начать с какой-то компании, а дальше смотреть. Вот. Сложно пока загадывать. Думаю, что-нибудь придумаю. Ну, ты сейчас посмотрел уже много компаний. Да, да. Ну, надо все равно подаваться в десятки, выбирать, что нравится, выбирать там, где будет лучше. Да. Спасибо тебе за интервью. Конечно же, мы не смогли охватить абсолютно все всю пользу, которую ты мог бы дать. Но она у тебя есть в Телеграм-канале. Точно. Это правильно. Такая вот скрытая реклама. Ну, я действительно очень рекомендую, потому что те ребята, которые не знают, как подойти к стажировкам, ну, и в принципе не обязательно, это должны быть молодые ребята, но я думаю, что и взрослые дяди тоже могут присоединиться к твоему каналу, найти там много полезного. Тебе спасибо за то, что поделился, вообще сам вышел на связь. И сейчас покажешь нам офис, который мы вставим сюда тоже. Да, да. На этом все. Не забывайте еще раз подписаться на Телеграм-канал Юрия, он будет в описании к этому видео. Не забывайте подписаться на мой канал, если вы этого еще не сделали. И мы встречаемся в следующих выпусках. Всем пока. Здесь такое место, где можно приземлиться, поработать. Вот, и у нас есть Денис тут, который тоже работает здесь. Да, всем привет, Денис Никлюдов. Работаю в лифт, до этого переехал из Сингапура. Сам из Воронежа, потому что я у Варламова был в ролике, и мне все написали, почему ты не сказал, что ты из Воронежа, почему ты из Москвы. Вот я признаюсь, я из Воронежа, ребят. Хороший город, всем рекомендую к посещению летом. Сейчас посмотрим офис, погуляем с вами, давайте пройдемся куда-нибудь в интересное место. Самое интересное, на самом деле, что у нас есть в Виу-лифт с точки зрения не инженерных находок, а с точки зрения комнат, это вот ванк-рум, в который можно необычным образом войти и найти здесь различные виды книг, знаний, авторголи, и много всего. Сейчас мы находимся в какой-то тайной комнате лифт. Здесь можно, типа, уединиться. Тайная комната, то есть, у меня входы. Тайная. Ну, в общем, здесь можно просто побыть в тишине и выпить, да? Да, да, поиграть, выпить. Здесь часто массажем. У нас разные месяцы, разные темы. И вот, когда у нас в месяце тема отдыха или какого-то хорошего самочувствия, то здесь делают массаж, приезжают массажисты, можно записаться. На выходных ребята в покер собираются, или пятницу в вечер бы собрались, на большом столе играли, на здоровом тоже было. Да, интересно. Ладно, будем мешать. Тут, видимо, человек внутри. Это, они стоят у каждого водителя, который проехал больше тысячи поездок и помогают дифференцировать. Допустим, подъезжают три белых Honda Civic, как понять, какой ваш? А он светится у каждого индивидуальным светом и в приложении виден этот цвет. И заодно Brand Presents лучше освещает, показывает, что вот, есть водитель лифта, а ничего другого. А здесь это столовая, да? Это одна из наших столовых, да, здесь. Ну, уже все закончилось, поэтому никого нет. Да, вот там ценности наших водителей всегда впереди всех ценностей, как личности. Каждый месяц у нас есть внутренний Fortnite, ну, в духе TJF, да, угла. И у нас каждый раз, каждый месяц приходит какой-то водитель, который рассказывает какую-то историю, вдохновляющую других, который прям захватывает, берет за душу, да, своим рассказом из его истории по работе. Да, это очень интересно. А вот я еще заметила такие интересные какие-то стентики, где нарисовано что-то про экологичность еды. Это что такое? Экологичность? Насколько, да, таким. Ну, вот. Ну, вообще, наша компания очень сильно заботится о климате. Каждая поездка в Carbon Neutral, вы можете подумать, как так? Все равно же машины выхлоп какой-то осуществляют, как же она Carbon Neutral, но деньги, полученные с поездки, идут на посадку деревьев, на улучшение экологической обстановки, тем самым, каждый выхлоп компенсируется следующими действиями. В этом дифференциатор между другими компаниями. не, это правда. Это можно проверить, да. И там еще какая-то сумма тоже на климатические, на борьбу с климатическими изменениями ежегодно. Еще прикольно, если мы посмотрим из окна, то у нас здесь канальчик небольшой идет, и вообще, Mission Bay здесь раньше были вверх, а сейчас строится новый модный район, и было классно, у нас последний тимбилдинг был, мы спустились просто здесь вниз, сели на каяки и плавали. И получается, мы в середине дня сели на каяки, поплавали, потом вернулись, сели за ноутбук, и такой типа, ой, я только что плавал, от интересного работы. Это классный, ты плывешь, вот здесь вот мимо тебя летят пеликаны, тюлень выпрыгивает, такой, о-о-о, кричит тебе, очень здорово, и снова возвращаешься на работу. Вот так, какой, ты тут уже зовут, ты хорошо потренировался на Варлаве, как кажется. У меня же опыт, со слаживой. Там стадион AT&T, вернее, Oracle Park, да, и там игра по бейсболу, там огромный телевизор, я смотрю на телевизор, какой-то чувака показывает, минут три его показывает, мне говорят, ты это же директор Нетфликса. Так что я видел директор Нетфликса. По телевизору. Ну да, по телевизору, плавая на канале, на стадионе, очень необычный опыт. Ну да, интересно, здорово. Ну что, спасибо тебе, что встретился, потому что мы увидимся на канале. Конечно, запишемся. И тебе спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо.